В свое время я сделал обзор манги Плутона, экранизация которой была анонсирована, но пока не вышла, отметив, что автор, Наоки Уросава, также написал высокооцененную мангу-детектив под названием Монстр, видео о которой я хотел сделать уже больше года, но все, руки не доходили, хотя интерес был, ибо Монстр самый настоящий реалистичный детектив с налетом триллера, что для формата манги редкость и лично для меня в новинку. Приветствую на канале, это Тим и Монстр представляет из себя крайне интересное и достойное произведение. Ключевой темой данной манги являются вопросы ценности человеческой жизни, ее смысла и поиска себя в целом. Главный герой, подающий надежды, молодой хирург Темма, который, вопреки указке своего будущего тестя-начальника, решил провести сложную операцию, дабы спасти жизнь мальчику, пострадавшему в нападении, в ходе которого были убиты его родители. Из-за того, что лучший специалист спасал жизнь ребенка, менее умелые врачи не смогли спасти жизнь мэру. Кто знает, решился бы Темма на этот шаг, если бы чуть ранее он не пошел на поводу у начальника и не спас знаменитость вне очереди, что стало причиной смерти турецкого рабочего. Невеста главного героя отмечает, что не все жизни одинаково значимы. В этом мире есть важные люди, а есть мусор. Не достойно не то, что спасения, а даже внимания. Начальник и ранее эксплуатировавший Темму и присваивавший себе все его научные достижения, показал свое истинное лицо. После принятия судьбоносного решения Фортуна отвернулась от доктора, невеста тут же ушла к другому, как и должность главы хирургии. Однако совесть доктора осталась чиста. Мальчик выжил и начал медленно поправляться, хотя его сестра, пережившая шок, но никак не пострадавшая физически, так и не пришла в себя, произнося лишь одно слово. Убей. И убийство вскоре происходит, все недоброжелатели Теммы и числа медработников погибают, дети исчезают. И по прошествии 9 лет мы встречаем протагониста уже главой хирургии. В ходе расследования убийств семейных пар полиция находит предполагаемого подельника убийцы. Тот в результате погони попадает в больницу и Темма спасает жизнь преступнику, который трясется от страха при одном упоминании своего нанимателя, ибо все прочие сообщники уже мертвы и остался лишен. Вскоре жизни этого преступника подходит к концу, а забирает ее подросший Йохан. Примерно на этом моменте вступительная часть манги заканчивается, Темма сталкивается с последствиями своего решения. Он врач по призванию, а не профессии, однако тот факт, что доктор решил пойти на принципы против начальства, привел к ужасающим последствиям. Йохан стал монстром. Исследуя словам одной сказки, он просит Темму взглянуть на то, каким большим и сильным монстром он вырос. Отмечая, что зря доктор спас ему жизнь. Вторым главным героем является сестра Йохана, Анна, добро до времени не помнящая о трагедии. Девушка в будущем хочет стать юристом, старательно учиться, живет с приемными родителями и беть не знает. Страшное случается в день ее, а значит и Йохана, ибо брат сестрой-близнецы, 20-летие. Доктор, уже к тому времени исследовавший прошлое Йохана, понимает, что к чему. Однако попытка защитить Анну от брата приводит к смерти еще одного невиновного, работника провинциальной газеты, которого вместе с приемными родителями девушки убивают два продажных детектива. Печальная ирония в том, что именно они были назначены расследовать преступление. Пути Анны и Теммы расходятся. Они оба вскоре начинают тренироваться, дабы убить Йохана и хотят оградить друг друга от убийства. Ибо Темма – врач, и он, как человек, спасающий жизни, не должен и просто не может отнять ни одну. И тема врача, который хочет убить монстра, поднимается в манге не один раз и раскрывается в полной мере. Анна же милая, добрая девушка, и каким бы чудовищем ни был ее брат, убить близкого человека – весьма непростая задача. Так что оба героя переживают немало внутренних конфликтов, оба чувствуют свою ответственность и желают удержать друг друга от убийства. При всем при этом никакой натужной любовной сюжетной линии в монстре нет. Главного мужского и женского персонажа не заставляют полюбить друг друга. Это просто два человека, проникшиеся взаимным уважением. Постепенно Темма узнает все больше и больше о прошлом Йохана. И тут довольно важный момент. Ибо мотивы главного злодея – его образ. Имеют определяющий характер для любого произведения. В монстре с этим все отлично. Йохан – гений. Очень харизматичный, хитрый, имеющий беспрецедентную тягу к саморазрушению. Его конечной целью является собственная смерть, которую он хочет обставить идеально. Антагонист сам называет и признает себя монстром, незаслуживающим жизни. При всем при этом к большинству людей он относится как к мусору. Даже если они являются его союзниками и последователями. Коль скоро основное место действия Германия, тут имеется группировка неонацистов, которые хотят превратить Йохана во второго Гитлера, предводителя нации. И юноша в принципе на это способен. И эта группа не единственная, что хочет присоединить к себе Йохана. Вот только на всех них злодею плевать не в меньшей степени, чем на прочих людей. Хотя эта группировка не раз и не два будет пытаться навредить Тэмми и прочим положительным второстепенным персонажам. Почему же Йохан стал таким? Тому есть две причины. Первая – эксперимент одного очень извращенного доктора, который был весьма важной фигурой в чешской тайной полиции и пытался воздействовать на детей путем особых чтений и последующих обсуждений. Считал он странные детские книги собственного сочинения, и одной из них также была сказка о монстре без имени. И именно его образом вдохновился Йохан, в честь него же он и был назван. Ибо монстр, выдуманные, равно как и монстры реальные, пытались найти свое место в мире, обрести имя. Для этого монстр поглощал людей, делал их сильнее, но уничтожал без остатка. Так и Йохан оказал влияние на многих убийств, в том числе серийных. Поглотил множество других людей, и когда монстр из книги все же обрел имя, в мире не осталось никого, кто бы мог его назвать. С особняком Красной Розы, где проводились чтения, связано довольно много тайн. Одна из них весьма-весьма шокирующая, заставляющая в немалой степени пересмотреть историю Йохана. Однако об этом умолчу. Второй причиной, по которой Йохан стал тем, кем он стал, был особый приют в ГДР, где детей жестоко подавляли и подвергали психологическим пыткам. Накачивали наркотиками, желая превратить в коммунистическую элиту. Уже извращенный разум Йохана был преобразован еще раз, что привело к провалу эксперимента. К кровавому бунту воспитанников и массовой резне. В манге будут присутствовать и другие персонажи, участвовавшие в чтениях, равно как и бывшие воспитанники Детдома. Одни из них будут персонажами положительными, другие же отрицательными. И самыми яркими из них являются двое. Роберто, убийца, который подчищает все хвосты за Йоханом, избавляющийся от любого, кто видел его кумира и узнавал об его истинной личности. Весьма опасный персонаж, который появляется на протяжении всей манги, оставляя за собой горы трупов. Второй – Вольфганг Гриммер. Журналист, бывший шпион, расследующий дело Йохана. Имеет второе альтер-эго – вдохновленное телешоу, которое он смотрел в детстве. Великолепного Штайнера. В моменты ярости становится жестоко, избивая своих противников до смерти. Что ж поделать? Таково кровавое наследие извращенного обучения. Исключительно положительный персонаж, выглядит очень милым и добрым, но на деле постоянно заставляет себя улыбаться через силу. Помимо них, в манге присутствует множество интересных второстепенных персонажей, вроде бывшего однокурсника Теммы, изучающего психологию убийцы, его наставника. Вместе с которым доктор выясняет подробности прошлого Йохана, мальчика Дитера, которого главный герой спас от бывшего управляющего того самого приюта. Евы Хайнеман, бывшей невесты Теммы, которая после смерти отца разбазарила его деньги, окончательно спелась и поняла, что из всех мужчин, что у нее были, любит только скромного японского доктора, так неумело разбазарившего свою жизнь. Но в то же время падшая женщина его люто ненавидит. Она появляется на протяжении всей манги и то пытается погубить Темму, то его спасти. Самым же интересным и в то же время странным, на мой взгляд, персонажем является инспектор Рунги. Талантливый коп, который сразу же после смерти отца Евы и других врачей заподозрил в произошедшем Темму, как человека, получившего наибольшую выгоду. А после смерти пациента, доктор, принимавшего участие в убийстве семейных пар, уверился в том, что за личиной гениального доктора прячется серийный убийца. И основа на это предположение была... ни на чем. Далее, когда бывший сокурсник Теммы предоставляет доказательства существования Йохана, весьма весомые и значимые, Рунги таки сменяет гнев на милость, говоря, «Ну хорошо, Йохан существует». В голове Теммы! У этого хирурга, который, к слову, спас Рунги жизнь, раздвоение личностей. И это обосновывается... ничем. Можно было бы сказать, «Ну хорошо, немного перегнул инспектор, бывает». Он человек, верящий в то, что может ошибаться движением пальцев, записывает информацию в компьютер у себя в голове, и потому якобы объективен. Странно, но да ладно. Человека, одержимого одной идеей, отрицающей все прочие версии, можно понять. Вот только Рунги готов был отпустить убийцу-имитатора, лишь бы навесить на Темму еще один труп. И вот это уже никак и ничем нельзя оправдать. Какой коп поступит подобным образом? Вот и настоящий убийца не поверил, попытавшись убить Рунги. При всем при этом, персонаж он хороший, добротно прописанный и интересный, за исключением странного момента с пальцами и веры в вину Теммы. За исключением вышеуказанного, я не вижу в монстре никаких недостатков, достойных упоминания. Да, разговоры о пришествии второго Гитлера и попытке вырастить сверх детей выглядят немного клюквенно, но тут нет абсурда, все подается максимально реалистично и серьезно. Концовка вызывает некоторые вопросы, ибо в истории толком не ставится точка, а лишь многоточие. Но сама по себе цикличность радует. Манга начинается со спасения Йохана Теммы и заканчивается тем же. И точно так же Йохан исчезает. Дальнейшие события затронуты в книге «Другой монстр», в котором повествование ведется от лица журналиста, пытающегося разгадать загадку Йохана. Но, судя по всему, антагонист таки изменился, ибо нашелся человек, что смог назвать имя безымянного монстра. Занятно, что мы имя, данное Йохану при рождении матерью, так и не узнаем. Если говорить об аниме, то оно почти дословно экранизирует мангу, однако, на мой взгляд, несколько затянуто, ибо 74 серии имеют под собой в основе лишь 162 главы. Потому динамика очень сильно хромает даже для детектива, с другой стороны, атмосфера напряжения, постоянное чувство опасности, смешанной с печалью, почти отсутствующая в манге. В аниме из-за куда большего количества доступных художественных средств ощущается намного лучше. Так или иначе, монстр, как в формате манги, так и аниме – великолепное произведение, с которым крайне рекомендую ознакомиться. На этом, пожалуй, у меня всё. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока!